Московское княжество в XIV-XV веках. В XIV веке Москва превратилась в важнейший политический центр и стала, по сути, главным городом Руси. Перед смертью Дмитрий Донской составил завещание, согласно которому его старший сын Василий Дмитриевич наследовал Владимирский Великокняжеский престол, как свою вотчину, упоминания о ханском ярлыке не было. Так произошло слияние территорий Владимирского и Московского княжеств. Давний спор Москвы и Твери был окончательно решен в пользу Москвы. Границы Москвы достигли на севере Новгорода, на востоке Нижнего Новгорода, а на юге Дикого Поля. В правлении Василия Дмитриевича 1389-1425 годы была продолжена политика Дмитрия Донского. Присоединялись новые земли, оборона внешних границ усилилась. Василию Дмитриевичу удалось присоединить Муромское, Иторусское и Нижегородское княжества. Как вы помните из прошлой лекции, на рубеже XIV-XV веков Русь вновь испытала нашествие ордынских правителей. В 1395 году на русскую землю ступил знаменитый завоеватель Средней Азии, Персии, Багдада, Дамаска, Индии, Турции, Тамерлан или Тимур, нанесший поражение Золотой Орде. В 1408 году к Москве подошел татарский князь Едыгей. Продвигаясь к Москве, войско Едыгея сожгли Нижний Новгород, Ростов, Дмитров, Серпухов. Москву ему взять не удалось. Получив денежный выкуп, он ушел. Но ордынская ига, ослабленная на рубеже XIV-XV веков, вновь обрела силу. События на Руси второй четверти XV века, усобицы и военную деятельность князей принято называть феодальной войной. Обратите внимание, в военных действиях основной силой стали широкие народные массы различных регионов страны. Феодальная война разгорелась между Черносошным Севером и Московским Центром. Поводом к войне послужил династический конфликт между князьями Московского дома. После смерти Василия Дмитриевича претендентов на великокняжеский престол вследствие неясности в наследовании оказалось двое. Его десятилетний сын Василий и младший брат, князь Звенигородский и Галицкий Юрий Дмитриевич. Юрий Дмитриевич отстаивал родовой принцип наследование от брата к брату, а Василий семейный от отца к сыну. В 1433 году галецкие войска владели Москвой. Юрий Дмитриевич стал великим князем, однако поддержки от московского населения он не получил и столицу покинул. В 1434 году он снова завоевал московское княжение, но через несколько месяцев умер. Сыновья Юрия Дмитриевича, Василий Косой, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный начали борьбу за великокняжеский престол. Война продолжалась, вовлекая все более широкие массы населения. Театр военных действий охватил Верхнюю Волгу, Поволжье с окраинными центрами Вяткой, Вологдой, Устюгом, Костромой. Князь Василий Косой своих союзников потерял. Василию Васильевичу, напротив, удалось объединить князей гнезда Калиты. В схватке 1436 года под Ростовом отряды Василия Косова были разбиты, а он сам был пленен и ослеплен. В 1445 году произошел набег на Русь казанского хана Улу-Мухаммеда. Улу-Мухаммед захватил московского князя в плен. Воспользовавшись этим, власть в Москве захватил Шемяка. Однако Василий, пообещав татарам выкуп, вернулся в Москву с ярлыком на Великое княжение в сопровождении татар. Они пришли для получения выкупа. Народ осудил великого князя. В феврале 1446 года Шемяка утвердился в Москве. Василий был ослеплен и сослан в Вологду, удельным князем. Однако после этого случая общественное мнение отвернулось от Шемяки, а через год Василий Темный въехал в Москву. В 1450 году войско Дмитрия Шемяки в бою с войском Василия Темного под Галичем потерпели поражение. Шемяк бежал в Новгород. Скоро Москва присоединила Ярославское, Ростовское, Тверское княжество, Новгородскую землю, а также западнорусских земель, входивших в состав Великого княжества Литовского. Сложнее всего было присоединить Новгород, где традиции независимости всегда оставались очень сильными. В 1456 году было заключено Яжелбитское соглашение, по которому в Новгороде усиливалась судебная власть великого князя, а новгородцы лишались права самостоятельности в международных делах. Сложившаяся в городе и так непростая ситуация усугубилась формированием двух политических группировок. Первая группировка ориентировалась на Литву, вторая — на Москву. В 1471 году первая группировка, возглавленная Марфой Борецкой, посадницей, с сыновьями, заключилась великим князем литовским и польским королем Казимиром Четвертым договор. По этому договору король присылал в Новгород своего наместника, однако обещал сохранить независимость Новгорода и защитить его от Москвы. В ответ на эти действия Иван Третий с подчиненными ему князьями предпринял поход. Сражение между новгородцами и войском Ивана Третьего произошло в июле 1471 года на реке Шелони. Новгородцы потерпели поражение, несмотря на которое Новгород остался независимым, однако в отношении с Литвой обязался не вступать. В конце 1477 года Иван Третий предпринял второй поход на Новгород. Город окружили плотным кольцом московских войск. Великий князь предъявил вечевым властям жесткий ультиматум, означавший ликвидацию политической самостоятельности Новгорода. В январе 1478 года Новгород капитулировал. Вече было отменено. Вечевой колокол был увезен в Москву, а вместо посадников и тысячских стали править московские наместники. Новгородские северные земли отошли к Москве. Тем самым Тверское княжество было окружено великокняжескими владениями. Тверской князь Михаил Борисович заключил союз с Казимиром IV. В сентябре 1485 года Иван Третий с войсками подошел к Твери. Михаил Борисович бежал в Литву. Тверским князем стал сын Ивана III Иван Иванович. Присоединение Твери означало по сути окончание процесса территориального объединения русских земель. В XV веке произошел распад Золотой Орды. В 30-е годы XV века отделился Крым и Астрахань. Кочевники бывшего хана Золотой Орды Улуми Хамеда перешли в Среднее Поволжье, где образовали Казанское ханство. Приемницей Золотой Орды стала Большая Орда, ханами которой русские князья вынуждены были подчиниться и платить дань. В 1476 году, воспользовавшись неблагоприятными условиями для московского князя, хан Большой Орды Ахмат заключил договор с литовским князем Казимиром и, собрав почти стопысячное войско, выступил в поход. Иван III, находившийся на тот момент в сложной ситуации, на крупные военные действия не решался, однако его войска стояли в ожидании на Оке. Тем не менее, в начале октября обе рати оказались друг против друга на берегах притока Оке-Угры. Дважды пытался Ахмат преодолеть бурную реку и оба раза был отброшен. Переговоры результатов не дали. Казимир IV на помощь не пришел. 11 ноября Ахмат увел свои войска в степи. Так закончилось стояние на Угре, приведшее к большим результатам, чем многочисленные кровопролитные сражения. Ига пала. Подведем итог. В XIV-XV веках были созданы условия для создания единого государства, и как следствие свержения Золотоордынского ига. Как показала феодальная война, борьба шла уже не между княжествами, а внутри московского княжества. И в то время, когда Москва была уже признанным центром Руси. Обратите внимание на следующее. В 1462 году Иван III наследовал княжество, размеры которого не превышали 430 тысяч квадратных километров. При вступлении же на престол внука Ивана IV в 1533 году территория Руси увеличилась в шесть раз.